итак дорогие друзья мы продолжаем изучать притчи притчи царя соломона и это уроки для реально умных людей я сегодня написал пост об этом на своей странице что очень классно мы научились делать значит где есть перевод и там вставляется каждый урок вставляются после тех отрывков которые мы учили вставляются телевизорите с видео уроком и можно повторять изучать потому что изучение это ни в коем случае не послушать урок это вообще ни о чем вот я честно скажу 16 просто слушать урок это не а чём если не сделать вывод не повторить не запомнить не поделиться то то ра который человек учит и которая не остается в нем она не меняет то есть только единственное что получаешь награду за выполнение заповедей что ты сидишь в это время и учишь тору то есть тут надо понимать что это прямое общение с богом толя это божественная мудрость бог дал нам Тору, и в момент, когда ты учишь Тору, то ты с ним прямо конкретно прямо взаимодействуешь на интеллектуальном уровне, то есть это круто. Но что у тебя после этого останется, это уже твоя работа. Если ты потом взял, повторил, сделал свой вывод, начал делать что-то, тогда эта Тора в тебе осталась, вот это божественное, да, оно не прошло сквозь тебя во время урока, а оно в тебе осталось. И оно осталось тебе навечно, так как мы учили в Мишли, что Тора, она выхайбаем, то есть ты будешь жить этими словами, то есть ты, та часть тебя, которая заполнена Торой, она переходит на следующий уровень игры, потому что именно Тора дает возможность перейти в духовную реальность. Вот, но для этого надо повторять. Сейчас у нас восьмой отрывок, восьмой отрывок седьмой главы. Интересно, что цифра семь, она показывает на этот мир, то есть семь это тева, природа этого мира, и с восьмерти мы переходим на следующий, как бы, уровень. Но это здесь не относится, потому что, а может и относится, потому что притчи, если так глубоко копнуть, так как это самая высшая мудрость, и царь Соломон, он был полностью соединен с Богом, то наверняка, если копнуть там по дематриям, по числовым значениям и по всяким этим штукам, там наверняка откроется супер-мега, такое, какое-то новое здание, только для этого нужно обладать знанием, позволяющим это увидеть. Как, как, знаете, есть, иногда вот музыка передается на супер какое-то качестве, а колоночки есть только такие для компьютера колоночки, и они шипят-скрипят. И они не в состоянии выхватить весь диапазон вот передаваемого звука. Точно так же мы сейчас, ну, как бы, это то, что мы изучаем Мишли сейчас, это напоминает мне анекдот, когда два еврея встретились, и один другому говорит, я говорит, вообще, вот все восхищаются Битлз, а я просто не понимаю, как им можно восхищаться. Они эрни выговаривают, картавят, значит, и поют плохо, у них слуха нет. Тот говорит, слушай, а когда ты Битлз слушал? Он говорит, мне сосед Мойша вчера напел вечером, вот он спел их концерт, я, говорит, вообще, вообще я после этого, говорит, вообще разочаровался. Так я вам говорю, что если в Мишли мы сейчас то, что воспринимаем, это через меня, я не такой особенный мудрец, поэтому это легкая интерпретация великой мудрости царя Соломона. Есть даже такие интерпретации, которые я вообще не понимаю, например, Веленский Гаон, есть комментарии на Мишли, где он как раз и выводит, он знает всю Тору, и он, каждый отрывок, он дает ссылки, где это в других частях Торы, и как это все открывается, ну, совершенно, да, если ты знаешь, ну, вот, где это в других местах написано, оно открывается совершенно другими смыслами. Но мы пока по-простому, это сейчас у нас такой харьковский вариант, харьковский вариант притчи, да, интерпретации притчи. Итак, значит, восьмой отрывок, он так, а, седьмой отрывок был, что она высматривает эта женщина людей наивных, и ищет она среди подростков Хасар-Лев, тот, у которого не хватает в сердце, не хватает в сердце. То есть, это как раз интересно, что Ецарара и Ецарара, он действует на человека через, больше всего, запрещенная еда и запрещенное отношение, сексуальное отношение. И вот здесь как раз нам царь Соломон в этой седьмой главе, он нам показывает, как вот этот разврат, он влазит, какие у него есть способы соблазнения. Это называется книга антипикап, седьмая глава антипикап, против соблазнительницы она работает. Значит, они высматривают наивных, то есть, человек, который не наивный, он сразу видит все ухищрения женщин и, ну, вот этих вот женщин, ну, нехорошего поведения. И, но они ищут наивных и подростков, которые еще не в курсе, потому что нормальный мужчина, он уже на всех вот эти вот разводы, он, он знает, как реагировать. Значит, Увербашук Эцельпина. В какой момент человек становится, попадает под опасную ситуацию? Когда он идет через шук, восьмой отрывок, когда он идет через рынок и останавливается возле, возле угла. Он как бы в начале, ну, в начале вот это вот зло, оно очень такое, ну, как бы незаметно. Ну, и что? Там реклама, здесь реклама, тут она, там, весна раздетая, там раздетая, там посмотрел телевизор, здесь посмотрел кино. Оп, это называется, проходишь по шуку, по рынку проходишь и остановился на углу. Ведырых Байта и Цад. Потом, типа, ну, пару шагов сделал туда уже, пару шагов зашел в этот, ну, в ее направлении, да. Значит, о, теперь он дальше, это он показал нам опасные места, то есть весь рынок. Как только ты выходишь, особенно бесцельно слоняться по рынку, по городу, то там они как раз и подстерегают, эти вот женщины. Теперь время, девятый отрывок. Бенешев, Баэрев, Йом, значит, вечером в основном это происходит, то есть вот эти все ночные клубы, там, кафе, бары, все это вечером, оно, как бы, в темноте, оно очень симпатичнее. И у человека в, с утра, говорят, утро вечера мудренее, с утра у него включено рациональное мышление. И он, когда утром смотрит потом на эту женщину, ему страшно, то есть ему страшно и все понятно. А вечером, а свечи, вот это все, он такой уставший, кажется, ему все это очень красиво. Самое опасное время – это вечер. Поэтому надо с заходом солнца приличные люди ложатся спать. Бэйшон ла ла ва фла. Прямо ночью и в темноте это самое страшное время. Вот прямо написано «in the dark hours of night». В темные часы ночи. На английский нам переводят. То есть она, это обостряется, вся эта ситуация. И, значит, дальше вы «инаиша лекрато». И вот женщина, она выходит ему навстречу, этому человеку. То есть как только ты попал в опасное место, в опасное время, найдется там опасная женщина. То есть опасная женщина там точно найдется. И выходит она к нему лекрато. Написано навстречу ему. Десятый отрывок. Шит зона нецурат лев. Значит, она одета как зона, как женщина легкого поведения. То есть они специально внешним видом соблазняют. Нецурат лев и вис сет пюрпус. У нее, значит, она четко знает, что она хочет. Вы просто не представляете, насколько современные женщины обучены вот этим всем искусством, ну, соблазнения. Это просто нереально. То есть я просто, так как я работаю в сфере образования, я работаю в сфере образования, обучаю тренеров, коучей и так далее. Из них половина по женским практикам. То есть половина обучают женщин. Причем обучают, это конкретно идет охота. Идет охота на мужчин. И неважно, женат он, не женат он. Там, какие у него планы на жизнь. Она хочет зацепить себе вот этого, ну, мужика и, значит, его соблазнить. Их прямо конкретно море, этих женщин. И здесь прямо царь Соломон три тысячи лет назад, он нас предупреждал об этом. Он говорит, она одевается как женщина легкого поведения. И у нее есть четкое намерение в сердце, она знает, что она хочет. Без страшной новости. Да, я тебе говорю, нельзя вечером, нельзя ходить на рынке. Умия и, она шумная, они такого, ну, то есть, она написана, что в Нот-Исраэль вообще женщина должна быть скромная. Она должна быть снова закрытая, да. А это она ведет, умия и, она ведет себя шумно очень, она ведет себя, то есть, она привлекает себе внимание. Вы суререт бэбэйта. И она, значит, суререт бэбэйта, она, в общем, дома она не сидит. Дома ее нету. She is never at home, на английском переводе. То есть, она никогда не дома. Она по гулянкам, по улицам, она шастает, по выставкам, по, как это самое, на выставке Ван Гога главный экспонат. Она по выставкам ходит, выцепляют приличный. Знаешь, приличный мужчина пошел в этот самый, в Ван Гога посмотреть. А она тут на выставке Ван Гога главный экспонат. И, значит, прям он все предупреждал. Конкретно он предупреждал царь Соломон, что так будет. Так было, и так есть, и так будет. Значит, двенадцатый отрывок. Мы сейчас эту главу быстро пройдем, потому что в ней, в принципе, ну, только анти-пикапная тематика, да. Памба-худс, памба-рыхавод. То она снаружи где-то мелькнула, то она на улицах где-то пробежала, да. В Эцельколь пина Тееров. И она охотится на каждом углу. Это как, она в активном поезде. То есть, сейчас на сегодня, они в основном охотятся через Инстаграм, через Фейсбук. Там сфотографировалась, здесь сфотографировалась. Фотосессии, позы специально они изучают. То есть, нейромаркетинг. То есть, у них полностью идет, как завлечь этих самых приличных мужчин. Да, вот прям он пишет. Двенадцатый отрывок, седьмая глава. То она снаружи, возле дома, то она с ним фотографируется, то на улицах. В Эцельколь пина Тееров. И возле каждого угла она охотится. Дальше. В Экзика Бо Венашкало. И схватила она его, и поцеловала она его. То есть, они идут прямо, он только задумался, и она прямо активно на него нападает. Представляете, как, что творится вообще? Это ужас какой-то. Я же поэтому сразу предупреждаю, что меня нельзя трогать. Как иудаизм очень четко подготовился. Значит, женщинами нельзя находиться в закрытых помещениях, уединяться, закон уединения. Запрещено трогать. Запрещено трогать чужих женщин, да, запрещено их трогать. И запрещено на них смотреть. То есть, тут интересно, когда мы жили, мы жили в религиозном таком районе, ортодоксальном. И вот заходит там сосед, например. И он вот так вот все время смотрит. Вот куда-то в потолок он рассматривает. Вот так вот. Нельзя смотреть, да. Да, нельзя смотреть. Значит, потому что ты только посмотрел, все, попал. Потому что она сразу, если это современная опытная женщина, она все, одного взгляда достаточно. Написано, вы их зикабо, и схватила она его. Вынашкало, и поцеловала она его. Аэза пане вот омарло. Она очень дерзкая такая. И сказала она ему, что она ему сказала 14 раздел. Вот я, если бы это раньше не учил, я бы, может быть, мог бы повестись на духовные такие заезды. Но она ему, знаете, что сказала здесь? Она ему говорит, жертвоприношение благодарственное я принесла. То есть, она прямо, ну, они все духовные сейчас, современные, они все как бы заезжают со стороны высокой духовности. Жертвы я благодарственные я принесла сегодня, она говорит. Заплатила я все свои обеты. То есть, я обеты перед Богом выполнила, жертвы принесла. То есть, я вообще полностью. Теперь, поэтому я вышла тебя встретить. Поэтому я вышла, это знак, она говорит. Это знак с неба, что судьба, это судьба. Поэтому вышла я тебя встречать. Лиша Харпанеха ВМСеха. Искала я именно тебя и нашла я тебя. Именно она так прямо конкретно видит, он такой. И она ему прямо тебя именно искала и нашла я тебя. Тут он, конечно, поплыл от такого внимания. И она ему говорит, Марвадим Реватки. Марвадим осталось, потому что мы поем в конце Эшетхаль, кто найдет доблестную жену. В принципе, доблестная жена должна делать то же самое. Но она должна это делать для своего мужа. А здесь речь идет о том, что она, это женщина, которая совращает. То есть, она не в целях замужества это все делает. Скорее читаем. Застелила я их египетскими льнами. То есть, льняное белье она постелила. И, значит, нафки, мешкови, мор, алим, векинамон. И я, значит, все посыпала благовониями. Специальными они все посыпали травами, благовониями. То есть, опять же, в то время тоже была, у них была своя эстетика. Ну, принятая в то время. Не было, как сейчас, знаешь, там души, джакузи, там всего этого не было. Поэтому они все посыпали благовониями. Потому что, ну, реально, как бы все эти французские аристократы, например, у них не было туалетов. И были высотие прически, палка такая, они в шею гоняли этой палкой. И туалетов у них не было. Поэтому они придумали духи. Потому что надо сильно было поливаться духами. Потому что, ну, реально, было во дворец это зайти невозможно. Дворец и помойная яма вокруг. То есть, это так они жили в Европе, например. Ну, в общем, она все, ему говорит, все у нас чисто красиво. Значит, посыпала все благовониями. Восемнадцатый отрывок. Леха нерва додим ата ботер. И она ему говорит, идем-ка, говорит, проведем время до утра. Значит, она ему обещает разные какие-то, ну, помните, как этот мне напоминает эта вся история? Бриллиантовая рука, там, где она его пригласила. Халатик, она ему говорит, с перламутровыми пуговицами. И она, может, вина? Нет, лучше пива. Значит, там пиво. И она такая, потанцевала начало все. Вот это как раз, это вот три тысячи лет писал царь Соломон, а иллюстрация, это бриллиантовая рука, там, где она его заманила, примерного семьянина, она его заманила к себе в номер. Помните? Вот это как раз об этом. Теперь, значит, и она ему говорит, леха нерва дадим, а да ботер, давай, она ему говорит до утра, сейчас мы с тобой зависнем. Ниталса боавим. И лета сделает in immoral embrace. Я даже не знаю, как это перевести. В общем, она ему обещает какие-то эротические, небывалые переживания, да. То есть, они там так, ну, она обученная, там, они все проходят тренинги, эти самые, она ему говорит, сейчас говорит, ты такого знаешь, что у тебя никогда не было. Девятнадцатый отрывок. И тут она самое главное упоминает, что мужа-то нету дома. То есть, она оказывается замужем. И она сейчас его подводит к преступлению, которое, ну, одно из самых страшных. С замужней женщиной это ты теряешь все. То есть, здесь показан Ецарара, как он постепенно, постепенно человека тянет, тянет, тянет. И она уже, когда его прямо затащила к себе в ловушку, она ему вдруг сообщает, Тиэн аиш бэбэйто, нету, нету, нету мужа дома. Аллах бадерах мирахок. И он пошел в путь, долете в путь, он пошел. Срор акэсэв лаках бээдо. И связку денег он взял в свою руку. То есть, это она все ему говорит, что ничего не будет. То есть, здесь идет, какая идет история. То есть, здесь сейчас идет переход как бы на, уже на более глубокий уровень, что когда человек, он близок к совершению преступления, то у него есть страх перед Богом. То есть, он, ну, если он уже это учит, в принципе, если он это и не учил, так тогда не о чем говорить. Но если он это знает, то любой человек, когда он двигается в сторону преступления, у него появляется страх перед Богом. Но и внутри вот этот голос сьетсарара, который, который соблазняет, он, он начинает ему давать сядь иерутсим, сядь и дает ему отговорки. И тут отговорка такая, что Бог, он как бы не, не дома, он не видит, да, нету мужа дома, это, это голос говорит, ну, что там Бог не видит. И он ушел куда-то далеко, что он смотрит сейчас за мной, что у Бога нет других дел, у Бога куча всяких дел, чего ему сейчас до меня, типа, я, ну, я как-то, меня же не видно сейчас, все нормально. И он не придет с ророк эсэ в лаках бээдо, он занят какими-то важными делами, льем о кэсэ яво бээто. И он придет только на какие-то, ну, важные моменты, а сейчас, типа, ему не важно, сейчас я могу совершенно скрытно это сделать. Значит, и тато бэроф ликха бэхэлэк сфатея тадихэна. И она, значит, она, эта женщина, она его очень, значит, уговаривает, она его сильно уговаривает, у нее очень гладкий язык, уговоров этих, да, и, значит, тернским асайд висхё смусток. И она его все-таки сводит с пути своими уговорами, своими разговорами. То есть, она его совратила, в конце концов. И Ецерара, он чаще всего побеждает, он, так как у него очень есть хитро, и так далее. Значит, Галия, вот, Костинская, она хочет перевести нас опять в глубокую философскую плоскость, что да, есть этот уровень, что за нас, совращающая, это любой грех. То есть, здесь приведено на грехи разврата, но, в принципе, путь любого греха так же. Точно так же идет совращение на запрещенную еду, точно так же идет совращение на несоблюдение чего-то. То есть, этот уровень метафоричный, он тоже есть. Это как Мишли, это притчи. С помощью понятного объяснить непонятное. Но есть и прямое объяснение, как женщины совращают мужчин. То есть, ну, есть, я вам точно говорю, что это есть. Я не сталкивался, конечно, но есть. Я слышал про это. Значит, и дальше, 22-й отрывок, Олех Ахаре Питом, Кышор. И он за ней идет, он за ней идет вдруг, да, то есть, он тогда фолус хьо, он за ней начинает идти, как бык Эль Тавах Яво, как бык, который идет на заклане. То есть, бык, которого ведут резать, он не знает, что его ведут резать. Он идет, как бы себе, ну, его ведут сейчас убивать, а он себе идет за ней. И тут уже тоже, когда он уже перешел на вот этот эмоциональный уровень, то когда уже хочется, да, у него уже планка упала, у него уже, это самое, его рациональная часть, которая его держит, она его уже не держит, особенно если он выпил чуть-чуть, все. У него уже, это самое, как бык он идет. Значит, идет к Эхес, вот это слово Эхес, я не знаю. Ну, переводится как дурак, да, что он идет, как дурак, он идет к страданиям Ивэль. А как он идет к страданиям? Вот тут интересная вещь. Слово Эвиль, это грешник, оно идет от слова Улай. Улай, это может быть. То есть, в принципе, вся Тора, она для человека может быть. То есть, ну, реально, как бы человек сидит и думает, может да, может нет. То есть, это специально так сделано, то есть, чтобы чтобы была свобода выбора. Теперь, когда у него включается желание, то есть, желание, то тогда ему вот это вот может быть, оно склоняется, ну, склоняется, ладно, я сейчас сделаю, потом буду думать, потом буду разбираться. Сейчас вот она женщина, или там вот она еда запрещенная, вот она там в шаббат заработает три копейки, вот оно, это рядом. Но оно же может быть, я потом разберусь. Ну, если ты посмотришь вот это вот краткосрочное удовольствие, и тебе надо принять решение, а с другой стороны, если ты смотришь с другой стороны Тора, интеллектуальная какая-то история, то, естественно, выиграет что? Краткосрочное удовольствие. Но если ты посмотришь с другой стороны, а может быть, потом потеря, а может быть, потом руку-ногу сломать, а может быть, потом авария, а может быть, потом потерять там все деньги клиентов и так далее. то тогда совсем по-другому, то есть тогда ты сравниваешь, да, действительно, решение в этой ситуации, оно все построено на интеллектуальных весах, может быть, только вопрос, что ты кладешь на эти весы, то есть если ты сравниваешь, поэтому говорят, что страх перед Богом, он основа познания, то есть когда ты кладешь страх, то страх, естественно, перевешивает удовольствие, когда ты кладешь на вторую чашу весов удовольствие, а может будет вечная жизнь, а может и так будет, а Бог меня же любит, любит, так что он мне не прости, чуть-чуть кайфа, простит, то есть если ты кладешь удовольствие, удовольствие, то перевешивает что? Быстрое удовольствие, потому что оно сейчас, если ты кладешь на чашу весов удовольствие, быстрое, а любое преступление, как нам говорится в Мишнах Пертьевод, вторая Мишнах, сказал Раби, Раби Уда Анаси, он сказал, Ты сравнивай потерю от заповеди, напротив награды за заповедь, и ты сравнивай удовольствие от преступления с той потерей, которую ты получишь, то есть это прямо сказал нам Раби Уда Анаси, вот этот вот метод, от которого сейчас я как бы интеллектуально дошел, но это есть прямо конкретно в Торе, когда ты думаешь, вот это вот улай может быть, ты должен сравнивать удовольствие с потерей, ты не должен сравнивать удовольствие с удовольствием, которое ты может быть получишь, а ты посмотри на вещи, это конкретно мне страшно, то есть ты видишь запрещенную женщину, и ты думаешь, какое у тебя будет удовольствие, секунда, запрещенная еда, секунда, то есть ты во рту пока пожевал, есть, потом нету, Женщина, пока ты ее хочешь, тебе хочется, потом не хочется. Все. И ты думаешь, хорошо, значит, а что я могу потерять? Все. Все человек может потерять, потому что все, что есть у человека, это от любви Бога. А если ты, ну, как бы не хочешь ее, так понятно, да? Поэтому нужно быть очень-очень осторожным. И вот этот вот Эвель, он не должен идти как дурак на заклание, как бык этот. А что он должен делать? Значит, ну, давайте уже в следующий раз, все равно мы главу не закончим. Значит, в следующий раз, с 23-го отрывка, нам объяснит царь Соломон, что надо делать. Хорошо, давайте сделаем выводы. Выводы такие, что зло очень обученное, хитрое, и оно заходит в человека через ожидание удовольствия. Теперь я лично для себя понял, еще раз уточнил для себя, что нужно всегда понимать обратную сторону. За все в жизни надо платить, за все надо платить. За удовольствие надо платить. Даже за разрешенное удовольствие надо платить. А за запрещенное, так оплата будет очень велика. И надо просто сравнивать, ну, сколько будет стоить вот эта вот оплата за вот это вот, казалось бы, удовольствие. Но и выбирать надо тогда разрешенное удовольствие, то, что Тора нам разрешила. А Тора нам разрешила практически все разрешенным путем. Все, это то, что я понял. У той женщины какая цель? Почему та женщина так себя ведет? Здесь есть, опять же, если она уже находится на глубине, ну вот есть люди, которые, есть как бы добро и зло. Есть люди, которые, они уже как бы утонули возле. И эта женщина, она может быть, ну вот как люди-наркоманы, например, да? Ну наркоман, он же знает, что это, ну ведет его к смерти. Но он не может с этого вылезти. То есть он хочет получать, ему необходим этот кайф. И, скорее всего, эта женщина, у нее может быть две цели. Первая у нее цель может быть просто она, вот, она любит получать удовольствие. Она вот такая, да? Нимфоманка она. Вот она кто. Нимфоманка. Есть третья женщина, немфоманки, да? А вторая у нее может быть цель реально устроить свою жизнь. То есть она хочет, увидела нормальный парень молодой. Ну ей уже там за 30. Муж дальнобойщик. И она думает, надо этого парня, значит, зацепить. А в принципе, откуда у зла силы? Ну это вот с самого начала, это надо у Бога спросить. Почему? Когда дерево познания добра и зла, он установил добро и зло. Дальше, почему люди начали, ну, то есть, а человек, он по божественному, он по образу Бога создан. И он сам создает. То есть человек создает вот эти вот идеи, идеи, которые потом как, ну, которые потом эти идеи захватывают, они переходят из головы в голову и питаются энергиями других людей. Почему люди создают эти там империи, порно империи, да? То есть есть целые просто порно империи, такие миллиарды они зарабатывают на этих, ну, на визуализации сношений, да? Почему так они делают это? Ну, я не знаю, и денег им особо не надо. Вообще, у меня всегда был вопрос, зачем человек, у которого есть там уже 100 миллионов долларов или миллиард, зачем ему следующие? Зачем они двигают вперед эти все идеи? Мне непонятно. Хорошо, друзья, все, значит, мы, как устроен мир, надо разобраться, и нужно свой мир сделать правильно. Мы урок закончили, Торы, напишите, пожалуйста, свои три вывода. Это обязательно нужно напрячься, написать свои три вывода, поделиться этим уроком с максимальным количеством людей, которых вы хотите спасти от разврата и пустоты. И после этого надо заняться спортом, работой, как сказал Рабан Гамлеель, сын Раби Уда Наси, что прекрасно совмещать изучение Торы с работой. И когда человек устает от двух этих занятий, то это мешака хатавон, тогда это забывает грех, у него нет времени грешить. Поэтому сейчас все за работу, все, удачи, успехов, хорошего дня! Продолжение следует...